Здесь вот распятия, наверное, становим уже у нас изготовлены, местным художникам расписаны, Голгоф с предстоящими. Здесь вот сам собственно храм, помещение для молящихся. Здесь вот стена для иконостаса. Отец Тихон позаботился. Вроде бы в Москве ее должны изготовить. Староста православного прихода Владимирской иконы Божьей Матери, села Русское Хомутерий, по совместительству прораб-стройки Алексей Кутенков показывает, что будет внутри церкви. Дел еще очень много, но основное, а это стены, крышу и окна, уже возвели. Стройка началась в мае, в июне осветили фундамент, а в сентябре, как и планировали, уже начали периодические богослужения. Особых сложностей не было. Господь нам помогал, помогали местные жители, ну, кто чем мог. Особенно молодежь, вот в летний период, которые были на каникулах, школьники там старших классов, студенты, которые здесь много приезжают, ну, помогали активно, очень хорошо. Идея поставить в Русской Хомутере небольшую церквушку родилась у благочинного жадовского монастыря иеромонаха Тихона. Отсюда родом его предки по отцовской линии. Он и стал курировать строительство. Помогал местным жителям с материалом. Ходом работ отец Тихон в целом доволен. В принципе, планировали в этом году закончить с Божьей помощью, там небольшие остались, там нюансы. Купол поставить, внутри иконостас сделать и так далее. Ну, я думаю, что сейчас в ближайшее время завершим. Давайте, давайте, собирайтесь. А то жду, жду вас. Нет никого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С ростом храма все равно, с возрождением, наверное, как-то все-таки может и село возродиться. Потому что не зря же это все затеяли. Да. Может, люди будут возвращаться, которые уехали куда-то там, в Тольяч, в Самару, там, куда там все у вас здесь подразничались. Помоги Господи. Ну, это очень долгожданное событие. Мы очень рады. Просто, ну, даже сами не ожидали. Вот весной вы помните, да? Что так быстро вот у нас все получится с Божьей помощью. И жители очень ждали. Вот жители рады. Сейчас перед батюшкой и приходским руководством на первый план выходит сложная задача – выцерковление жителей села. Многие из них никогда не были на богослужениях и священника видели лишь на крестинах и отпеваниях. И все надеются, что с началом духовной жизни в русской хамутере местная детская и спортивная площадки никогда не будут пустовать. Дмитрий Гурин, ведя студия Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова